А сегодня мы поговорим конкретно про те матричные группы, которые больше всего нас интересуют. Я в прошлый раз уже говорил, что нас интересуют группы ортогональных и унитарных матриц. Тема лекции группы ортогональных и унитарных матриц. Это примеры матричных групп Ли. Мы говорили, что мы только матричные будем изучать. Чем они такие важные? Значит, давайте мы начнем с того, что алгебры посмотрим, какие у них. Первый пункт – алгебры Ли. От каких групп мы будем искать алгебры Ли? У нас четыре группы есть. У нас есть группа О, Н на ДР. СУ, Н на ДР, У, Н на С, и СУ, Н на С. Это просто ортогональные матрицы Н на Н. Это специальная группа ортогональных матриц. То есть матрицы унимодулярные, у которых определитель равен единице. Это просто унитарные, это унимодулярные унитарные, то есть у которых определитель равен единице. Эти группы, как вы знаете, сохраняют скалярное произведение, или квадрат модуля вектора. То есть в каком-то смысле в мерном пространстве вектор только вращается, а длина у него не меняется. Поэтому обычно, конечно, группы вращения называют группу вращения нашего трехмерного пространства, но иногда все эти группы называют группами вращений. И поэтому они такие важные. Они описывают вращения, они описывают какие-то зависимости от углов реального мира. И вот мы их будем особенно подробно изучать из всех классических групп Ли. Теперь мы будем алгебру обозначать буквой А. Впереди, перед названием группы, будем ставить А. Это будет означать алгебру. Не все так обозначают группы. Иногда берут те же обозначения, что у группы, только маленьким буквами пишут. Это уже называется алгеброй. То есть это уже обозначает алгебру. Не все пишут поле. Мы тоже перестанем писать поле, только немножко поучимся. А потом перестанем ясно, что ортогональный у нас всегда будет над полем действительных чисел, а унитарные всегда над полем комплектных чисел. Только ГЛ, где есть возможность сомневаться, тогда еще будем через запятую писать вот это вот второе обозначение, С или Р. Тоже не всегда так пишут. В некоторых книжках вместо того, чтобы писать Н в скобочках, пишут Н в виде нижнего индекса, маленькую такую циферку. Как получается, СО3, как химическое какое-то обозначение. Давайте начнем с унитарных матриц. Первый пункт. С, У, Н на С. Давайте сначала У. У нас есть... Мы в прошлый раз считали размерность, оказалось, что она Н в квадрате. Мы там вычли из полного количества параметров, количество связей действительных, то есть сколько там условий ортогональности и нормировки. А когда мы для специальной группы считали, то у нас получился Н в квадрате минус единицы, потому что определитель такой унитарной матрицы, это всегда Е в степени Ефи. Если он равен единице, так это условие на фазу. Фаза равна нулю. Всегда все... Это определитель по модулю всегда равен единице. Все собственные числа унитарной матрицы по модулю равны единице. Давайте мы теперь с алгеброй разберемся. Алгебра СУ. Давайте У. На чем СУ? Н на С. Вот эта вот алгебра состоит из... Из всех антиермитовых матриц. Это просто определение напоминает, что такое антиермитовая матрица. Это та матрица, которая после эрмитовского сопряжения меняет знак. Давайте докажем. Для этого мы с помощью экспоненциального отображения, которое мы на прошлой лекции проходили, восстановим элемент группы по элементу алгебры. То есть G равняется... Давайте G от T равняется экспонента А на T. То есть вот эту матрицу, которая в алгебре лежит, умножим на параметр T и возьмем экспонент. Это будет элемент группы. Ну и давайте найдем G, эрмитовский сопряженный от T. Ну, надо просто в экспоненте у А написать термитовское сопряжение. Как это доказать? Давайте представим себе экспонент в виде ряда бесконечного. Там будет А в квадрате, А в кубе. И в каждой степени надо сопрячь. Ну, будет А сопряженное в квадрате, А сопряженное в кубе. А потом оно опять свернется в экспоненту. Поэтому я хочу сразу написать экспоненту от А сопряженное на T. А это, раз мы говорим, что здесь только антиермитовые матрицы, это будет экспонента от минуса на T. А экспонента от минуса на T, если умножить на экспоненту от А на T, это будет единичка. Смотрите. Ну, опять можно доказать во всех порядках. Тогда можно и не доказывать, потому что АТ и АТ коммутируют. Поэтому эти экспоненты можно написать в виде одной экспоненты от суммы. То есть вот этот экспонент равняется G в минус первое от T. Все, мы доказали, что G в минус первое и G сопряженное совпадают. Значит, это унитарная матрица получилась. Вопрос, а все ли унитарные матрицы мы таким образом охватим? Я написал здесь всех, чтобы проверить, все ли мы охватили. Нам надо посчитать размерность этой алгебры. Сколько всего параметров описывает антиэрмитовая матрица NN? Ну, вы когда-нибудь писали, наверное, антиэрмитовую матрицу. На диагонали стоят чисто мнимые числа. Ну, чтобы при эрмитовском сопряжении знаки поменялись, должны быть и альфа-1, и альфа-2 там по диагонали. Значит, N действительных параметров. Это вот модули этих самых чисто мнимых чисел. Теперь над диагональю стоят какие-то числа. Под диагональю эрмитовские сопряженные, ну, комплексно сопряженные от этих чисел. Значит, надо посчитать, сколько элементов над диагональю. А сколько элементов над диагональю? Ну, мы с вами уже считали N-1, плюс N-2. Вот все побочные диагонали, они все короче и короче. И получается NN-1 пополам. Это столько элементов. Но каждая из этих чисел комплексная, поэтому еще на 2 надо умножить их последнее. Последнюю дробь. Вот столько всего параметров описывает антиэрмитовую матрицу. И размерность алгебры, чтобы посчитать, надо эту двойку сократить. Тогда еще минус N и плюс N сократится, и получится N в квадрате. Все. Мы получили ту же размерность. все. Это полный набор генераторов. Вот все антиэрмитовые матрицы, какие там есть, это вот генераторы. Это вот эта вот самая группа унитарных матриц. А что будет с S-U? Со специальными унитарными матрицами. Давайте я напишу, что U эквивалентна E в степени EφI-1, E в степени EφI-N, а здесь 0. Это я в прошлый раз писал или говорил. И для того, чтобы определитель был равен индивиду, сумма вот этих фаз должна быть равна нулю, там, или 2π, или 4π. Чтобы определитель был равен. Это дополнительное одно условие. Значит, соответственно, в алгебре тоже должен быть на один генератор меньше, и тоже должно быть какое-то дополнительное условие. Это условие мы найдем таким образом. Найдем определитель от E в степени АТ. Вот тут-то пригодится формула, которую мы в первом семестре учили. Некоторые еще помнят ее. О том, что определитель экспонента равен экспоненту от следа. Если он равен единице, то отсюда следует, что след равен нулю. Поэтому в алгебре появляются дополнительные условия. Надо не все антиэрмитовые матрицы рассматривать, только бесследовые. То есть вот эти и α1, и α2 по диагонали, их сумма еще должна быть равна нулю. Значит, размерность, соответственно, становится на единичку меньше. Алгебры СУНЦ равняется n в квадрате без единицы. Точно такая же размерность, как у группы. Значит, это полный набор. Ну и можно словами сформулировать. Алгебра СУНЦ состоит из бесследовых антиэрмитовых матриц. Вот, мы с унитарной группой разобрались. Теперь давайте построим алгебру для ортогональной группы. Второе. Мы знаем, что размерность ОН на ДР такая же, как размерность СОН на ДР и равняется НН минус 1 пополам. Это группа просто ортогональных матриц. А это еще и специальных ортогональных матриц, ну не модулярных, у которых определитель равен единице. Почему у них одинаковая размерность? Потому что вообще ортогональная матрица, что такое ортогональная матрица? Это повороты и отражения. У нее определитель равен либо плюс единицы, это называется собственное вращение, либо минус единицы, это называется несобственное вращение, или зеркальным поворотом. Как мы когда точечные группы изучали, мы это называли зеркальным поворотом. Поворот, а потом еще и отражение в плоскости. Опредителя у них либо плюс один, либо минус один. Давайте напишем ортогональную матрицу уже из этой группы. Ну, я не знаю, влезет ли это. Мелко буду писать, но буду пояснять, если непонятно. 1, 1, n, n плюс единиц. Как у единичной? Это просто такая единичная матрица размером n плюс. 1, 1, 1, 1, ноготочие 1, я написал, это не верно. Теперь следующее, минус 1, минус 1, n минус, минус единица на диагонали стоит. Дальше, косинус тета 1 минус синус тета 1, синус тета 1, косинус тета 1. Такая клеточка, состоящая из косинусов и минус синусов. Поворот на угол тета 1. Многоточие здесь. И последняя клеточка. Косинус тета л минус синус тета л, синус тета л, косинус тета л. Я могу большую нарисовать по доске, но от этого понимания не добавится. То есть должны быть... Некоторые оси вообще не меняются. Некоторые по ним отражения идут, где минус, n минус таких осей. А другие, здесь такие большие нули можно поставить. А по остальным идут повороты. Видите, у нас... Ну, вот можно доказать, что легко, что это... Что обратно этой матрице транспонировано, да? Потому что будет поворот на минус тета и все, да? То есть это ортогональный матриц, общий вид этого алгебрии там доказывали. Вопрос... Да, надо еще написать условие, что n плюс, плюс n минус, плюс 2l равняется... Это полная размерность всего, конечно, n элементов. Вы видите, как устроено ортогональное преобразование? Тут два свойства. Первое. Повороты происходят в плоскостях, понимаете? Вот мы говорим, в плоскости там такое-то, ну, в каких-то там координатах, в плоскости х1, х2, там происходит поворот. У нас в трехмерном пространстве повороты происходят вокруг осей. Просто потому, что случайно нам так повезло, что у нас в каждой плоскости есть перпендикулярные, у нас три измерения. И мы можем приписать поворот в плоскости, назвать поворотом вокруг оси. На самом деле, конечно, и у нас тоже в плоскостях происходят повороты. Но в четырехмерном уже пространстве, если в плоскости х1, х2 происходит поворот, мы не знаем вокруг оси х3 или вокруг х4, как вот, к чему приписать. Поэтому, ну, всегда говорят, повороты в плоскостях. Итак, первое свойство такое, что повороты происходят в плоскостях. И второе свойство. Можно написать, давайте отдельно сверху напишу, если это уже зарисовали. Можно написать матрицу поворота на угол пи. Косинус пи минус синус пи. Синус пи косинус пи. Ну, давайте посчитаем эти синусы и косинусы пи. Получится матрица минус единичная. То есть, две минус единички такие на диагонали, это поворот просто на пи. Таким образом, в четномерном пространстве инверсия сводится к повороту. Ну, если четыре, шесть там измерения, ну, будет три таких матрицы, два на два из минус единичек. Да, это все будет повороты на угол пи. А в нечетномерном пространстве сводится, есть еще третья ось там, ну, 2n плюс первая какая-то, вокруг которой. Поэтому, в том, что мы внизу написали n минус, если n минус четное, так это все равно только одни повороты, никаких тут отражений нет. А если нечетное число минус единичек, то там это не собственное вращение. n минус четное, следовательно, g поворот. n минус нечетное, g не собственное вращение. Несобственное вращение, то есть вращение с отражением. Напишу зеркальный поворот. Зеркальный поворот. Теперь, как сформулировать, с чего состоит алгебра? Давайте я сразу сформулирую, а потом будем доказывать. Алгебра СОН на ДР состоит из всех антисимметричных матриц. Как это доказать? Давайте возьмем элемент группы с параметром t, восстановим по элементу алгебры. g от t равняется экспонента от а t. Ну и возьмем g в минус первую и проверим, что это g транспонированное. А, давайте здесь еще раз, чтобы там было, извините, чтобы было одинаково. Напишем а минус первый. А транспонированное, извините, равняется минус а. Вот так. Это просто определение антисимметричной матрицы для напоминания, да? А в математической книжке обычно пишут кососимметрическое. А мы говорим антисимметричное. Ну, как-то так почему-то принято. g в минус первое от t равняется эксп минус а t. Ну, это по тем же соображениям, по каким я для унитарных матриц писал обратно. Это е в степени минус а t, потому что, если вот эту экспоненту на эту умножить и пользоваться тем, что матрица а с собой коммутирует, они свернутся в единицу, да? Теперь минус а можно заменить на а транспонированное. Экспоненту а транспонированное на t. Просто потому что матрица антисимметричная. Теперь экспоненту а транспонированное, это транспонирование, это экспонент от всей. Потому что в каждом порядке все транспонировано. Эксп от а т транспонированное и равняется g транспонированное. Ага, обратная, давайте от Т напишем Обратная матрица, мы доказали Равна транспонированной Значит, это ортогональная матрица Что требовалось доказать Все Мы доказали, что Состоит из антисимметричных матриц Теперь надо доказать, что из всех То есть посчитать размерность Нам осталось посчитать размерность Размерность Алгебры СОН на ДР Равняется Итак, сколько у нас всего Антисимметричных матриц Антисимметричные матрицы, вот так, представьте себе У нее нули на диагонали Над диагональю какие-то числа стоят Сколько их всего над диагональю чисел НН-1 пополам Ну, потому что это сумма арифметической прогрессии НН-1 пополам Это над диагональю А под диагональю стоят те же самые Со знаком минус Чтобы она была антисимметричной А на диагонали обязательно ноль Иначе будет противоречие Да, и не получится антисимметричные матрицы А это действительные матрицы На два тут умножать не надо Ну и смотрите Ответ совпал с размерностью группы Значит, это все генераторы Антисимметричные матрицы Просто все антисимметричные матрицы И образуют алгебру ли, группы ли Это и что? Как получилось? Давайте я напишу Ж А равняется 0 А1,2 А1Н Минус А1,2 А2,3, извините А2Н Ну и так далее И в последнем будет А-А1Н Минус А2Н Многоточие Вот так устроена антисимметричная матрица У нее над диагональю сколько это элементов? Под диагональю те же самые с одноком минус А на диагонали обязательно нули Ну вот Вот сколько всего вот этих вот элементов на диагонали в этом треугольнике Для того, чтобы это узнать Надо Н-1 Это первая побочная диагональ Н-2 Вторая побочная диагональ Плюс Вот все это сложить Плюс 1 Это будет Н-1 пополам Потому что Это сумма арифметической прогрессии У нее там сумма крайних И сумма вторых с краю И сумма третьих с краю Всегда одинаковая Вот Получилось то же число Значит вот из всех состоит Все Таким образом Ну можно считать Байсом антисимметричных матриц Такие матрицы У которых 1 и минус 1 Стоят На каком На равном расстоянии от диагонали А все остальные нули Вот из таких можно построить Базис 0, минус 1, 1 Вот Из таких матриц состоит базис Теперь Давайте Это Абстракт Посчитали Размерность И все Но мы будем иметь дело С группой вращения Трехмерного пространства И с группой Матриц унитарных 2 на 2 Самая главная для нас группа Для квантовой механики Для физики Поэтому давайте их конкретно Рассмотрим более подробно Алгебры А СУ2 И А СУ3 Смотрите Здесь я уже не стал писать Над каким полем Ну потому что Ортогональные всегда Над полем действительных чисел Унитарные всегда Над полем комплексных чисел Ну давайте начнем с СУ2 Раз я так написал Давайте Возьмем группу СУ2 И Какой-то ее элемент Унитарную матрицу Ж И эту матрицу Ну как-то параметризуем Выберем параметризацию Как в группе вращения Прошлый раз рассказывал Можно выбрать Несколько параметризаций Нет какой-то Одно единственное Правильное Количество параметров Будет то же самое Если это у СУ2 То размерность ее будет 3 Видите у нас тут Где-то даже формула есть Н в квадрате минус единица 2 в квадрате минус единица Размерность равна 3 По нашей формуле Всегда будет так Вот Ж равняется АБ Минус Б сопряженная А сопряженная Вот можно В таком виде Например Записать Это комплексные величины Причем связанные условием Чтобы она была Унемодулярная Надо чтобы А в квадрате Плюс Б в квадрате Чтобы это была единица Вот Специальная унитарная группа Из таких матриц состоит Давайте мы Нам надо Все равно действительные параметры вводить Давайте Напишем что А равняется Х4 Плюс Их3 АБ Равняется Х2 Плюс Их1 Ну я вот так выбрал Индексы Прошлые годы я писал их по-другому Сейчас вот так их решил написать Совершенно не важно Как мы это выбрали Тогда Ж Равняется Х4 Плюс Их3 Их2 Плюс Их1 А в нижнем Мы должны писать Минус Б сопряженное В нижней строчке То есть надо здесь написать Минус Их2 Плюс Их1 А здесь соответственно Их4 Минус Их3 Минус тут появился Чтобы строчки были Взаимноортогональные В смысле Эрмитова сопряжение Первое надо соплять Умножить на вторую Скалярно И Должен получиться Ноль Поэтому там Минус Б сопряженное Стоит Теперь Как переписывается В этих координатах Условие Равенства единицы Определители Надо Сумму квадратов Х1 В квадрате Плюс Х2 В квадрате Плюс Х3 В квадрате Плюс Х4 В квадрате Это равняется Единице Что это такое За уравнение Хотя Никто себе Не может представить Четырехмерное Пространство Но На этот вопрос Отмечают все Это уравнение Сферы Она называется С3 Это трехмерная Сфера В четырехмерном Пространстве Теперь Если У нас Четыре параметра И одно условие То остается Три независимых То есть все в порядке У нас Размерность Какая надо Три независимых Параметра Давайте теперь Искать генераторы И Давайте Равняется ДЖ По ДХ ИТ В точке В единице Группы Что это за точка Единицы Группы Давайте Пускай у нас Х4 Будет корень Квадратный С единицей Минус Х1 В квадрате Минус Х2 В квадрате Минус Х3 В квадрате Х4 Будет зависимые Координаты Мы ее потом Будем всегда Насчитывать А Х1 Х2 Х3 Это независимые Координаты Давайте Напишем Что это вектор Х1 Х2 Х3 Когда Х1 Х2 Х3 Равны Нулю Это как раз Единица группы То есть Единичная матрица Посмотрите Х4 Тогда тоже Будет Единица И получится Единичная матрица Поэтому Генераторы Надо считать При Х Вектор Равном Нулю Это и будет Производный По всем Координатам Ведницы Группы Все Давайте Дифференцировать Матрицу И1 Равняется Ну там У нас Только на диагонали На неглавной И И Больше раз Нигде И И И И Нету Только на диагонали Давайте Эту матрицу Выразим Через Сигма Матрица Которую Мы в первом Семестре Повторяли Потому что Нам Потом легче Будет коммутировать Мы коммутатор Сигма Матриц Знаем Это Сигма 1 Умножили На И Если И Вынести Это Как раз Будет Первая Сигма Матрица Давайте По Х2 Тоже Только На Побочной Диагонали Есть И Будет 1 Минус 1 Производная О Кстати Как раз Вот Такие Матрицы Только что Говорили Что Они Так Ну Теперь Давайте Раз уж Последовательно Давайте Тоже Выразим Это Будет И Сигма 2 У Сигма 2 Справа Сверху Стоит Минус И Как раз И Выносим Минус И Остается Где Надо Это Будет И На Сигма 2 И 3 Равняется Х3 У нас Находится На Главной Диагонали То Будет И Минус И Ну Это И Сигма 3 Смотрите Как Хорошо Получилось Тут Вопрос Возникает Вот Меня Спросят А Почему Я По Х4 Не Дифференцирую Если Х4 Зависимая Координата То Надо Еще Д По Дх4 Дх4 По Дх1 Дх4 Дх4 Когда Мы По Дх4 Дифференцируем Мы Потом Дх4 По Дх1 Например Посчитать Что Это Будет Дх4 По Дх1 Равняется Минус 2 Дх1 На 2 Корня Квадратных Из Единица Минус Х1 В квадрате Минус Х2 В квадрате Минус Х3 В квадрате Когда Х1 Потом Мы будем Полагать Равную Нулю Это Производная Обратится В ноль Поэтому По Дх4 Можете Продиференцировать Будет Честно Все И Потом Все Добавится К этим Матрицам Нули То есть Ничего Не добавит Ответ От этого Не изменится Я напишу Стремиться К нулю Когда Х1 Стремиться К нулю Ну Прежде чем Их коммутировать Давайте Я вам Напомню Про Сигма Матрицы У нас Алгебра Сигма Матриц Задается Всего Одним Соотношением Сигма И Сигма Ж Равняется Давайте Не буду Скобку Не буду Ставить Пока Что Равняется И Дельта И Ж Плюс И Е И Ж К Сигма К Это мы Буквально На одном Из первых Семинаров Может На самом Первом Проходили В прошлом Семестре Просто Проверяли Сигма Матрицы Как Они Перемножаются Квадрат Любой Сигма Сержавина Единицы Такая Эрмитова Матрица Квадрат Райной Единицы А если Две Соседние Перемнож Получится Третий А знак Зависит От того Правильная Тройка Или Неправильная Тройка Кстати Интересно Почему у нас Получится Сигма Сигма Потому что У нас Генераторы Унитарной Группы Должны быть Антиэрмитовая Матрица Сигма Это Эрмитова Поэтому Инна Сигма Получилась Так вот И должно Было Получиться Вот Зная Вот это Соотношение Можно Теперь найти Коммутатор Сигма И Сигма Ж Минус Сигма Ж Сигма И Сигма И Сигма Ж Равняется Дельта ИЖ Сократится Снизу Напишем Такую же Строчку Где ИЖ Переставлено Дельта ИЖ Сократится А Е ИЖ К Знак Поменяет То есть Удвоится Когда мы Будем Складывать Вычитать То есть 2 И Е ИЖ Сигма К Таким Образом Мы Теперь Можем Прокоммутировать Сразу В общем Виде Наши Генераторы И И Т И Ж Коммутатор Равняется Будет И В Квадрате На 2 И Е И Ж К На Сигма К И В Квадрате Потому что Это И На Сигма Какое Это Вот Прямо На И В Квадрате Умножил Теперь Смотрите Одно И Сюда Мы Сейчас Вот И Сюда Займем Это Как раз Будет Кат И Генератор И В Квадрат Возведем Будет Минус 2 Е ИЖ К На И К Получилось Замкнут Коммутатор Генераторов Выразился Через Линейную Комбинацию Генераторов Все Мы построили Все остальное Для коммутатора Доказано Мы построили Настоящую Алгебрули Этой Самой Группы СО2 АСО2 Построено Построено Алгебру Вокруг Оси ОСО1 А Второе Уже Вокруг Новая Оси 2 Она Куда-то Повернулась Вокруг Нее А Теперь Уже Все Воси Повернулись Вокруг Новой Оси 3 Последнее Повольщение Вот Тогда Это Будет Произведение Трех Матриц Ж От Альфа 1 0 0 Равняется 1 0 0 0 Косинус Альфа 1 Минус Синус Альфа 1 0 Синус Альфа 1 Косинус Альфа 1 Ж От 0 Альфа 2 0 Равняется 0 1 0 Косинус Альфа 2 Синус Альфа 2 Минус Синус Альфа 2 Косинус Альфа 2 И Ж От 0 0 Альфа 3 Равняется Косинус Альфа 1 Минус Синус Альфа 3 Извините Альфа 3 Синус Альфа 3 0 Синус Альфа-3 косинус Альфа-3 0 0, 0, 1 А вот Z не меняется И произвольный поворот Где есть все три параметра Это произведение матриц G от альфа-1, альфа-2, альфа-3 Равняется G от 0, 0, альфа-3 На G от 0, альфа-2, 0 И на G от альфа-1, 0, 0 Вот полный поворот в трехмерном пространстве мы написали Всего три параметра Параметризация может быть и другая Как мы помним в прошлый раз Мы два примера приводили Но это тоже годится Давайте в этой параметризации найдем генераторы Если не ту параметризацию То тоже получится алгебра Ли Это же линейное пространство Но будут линейные комбинации тех генераторов Непринципиально Давайте найдем последовательно все генераторы И 1 равняется ДЖ от альфа-1, 0, 0 Под альфа-1 При альфа-1 равном 0 Давайте убедимся Что когда все углы альфа-1, альфа-3 равном 0 Получится единичная матрица То все в порядке Там и надо считать Но я продвинулся дальше Полное вращение Это произведение трех матриц А потом мы должны продифференцировать по альфа-1 А потом альфа-1 и все остальные альфы Приравнять к 0 Но мы видим Что альфа-2, альфа-3 Мы можем сразу приравнять к 0 Все равно потом переходить к пределу А они все равно не дифференцируются Поэтому я написал Не вектор альфа равен 0 Только альфа-1 равен 0 И только 1 Ж от альфа-1 0, 0 продифференцировал Это и надо делать в конце концов Только одну матрицу Всех трех дифференцировать По каждому углу Потому что так они разделились Одна только от альфа-1 зависит Другая только от альфа-2 Третья только от альфа-3 Продифференцируем Что будет? Здесь будет нули сплошные. От косинуса будет минус синус альфа-1. От синуса будет косинус альфа-1. Плюс косинус альфа-1. Минус синус альфа-1. При альфа-1 равном нулю. И равняется 0, 0, 0. К синусу обратятся в 0, а косинус и в единицу. Та самая матрица получилась, которую мы предсказывали в начале лекции. Которая минус 1, 1, в ней главная диагональ и на равном расстоянии находится. Это базис всех антисимметричных матриц 3 на 3. И 2. Второй генератор. ДЖ от 0 альфа-2, 0. Под альфа-2. При альфа-2 равном нулю. По той же причине только одну из трех матриц можно дифференцировать. Потому что те потом все равно надо к пределу переходить. Можно это и сначала сделать. Мы их не дифференцируем. Ну а будет, соответственно, вот эту матрицу надо дифференцировать. Здесь будет 1 минус 1, а здесь сплошные нули. 1, 0, минус 1, 0, 0, 0, 0. Матрица, в которой мало содержательных каких-то чисел, очень много нулей, в численной науке называется разреженные матрицы. Вот у нас очень разреженные получились матрицы. Мало там единичек и много нулей. И 3 равняется DG, 0, 0, альфа-3, под альфа-3, при альфа-3, равной нулю. Равняется. Можно только вокруг третьей оси, только одну матрицу дифференцировать. И будет 1, минус 1 вне главной диагонали и на равном расстоянии. Здесь будет минус 1, 1, а все остальные нули. Ну и теперь нам остается только коммутаторы найти. Давайте И1, И2 коммутатор сначала найдем. Ну, то есть сначала И1 умножим на И2, потом И2 на И1. Ну, вот у нас эту матрицу. Надо на эту умножать. А где тут что-то получится? Вторая строка на первый столбец. Вот здесь будет единичка, а все остальные нули. Ну, когда две разреженные матрицы, так и зацепляется редко, еще более разреженные получаются. Теперь наоборот. Первую на вторую. Где у нас что-то получится? Первая строка на второй столбец. Первая строка на второй столбец. Что там будет стоять? Один на один. То есть один тоже будет стоять. Вот так. Ну, получается, транспонированные кто и... Думаю, что они такие хорошие матрицы, поэтому можно всякие свойства красивые тут находить в симметрии. То есть будет матрица, которая стоит 0, минус 1, а здесь 1, 0, 0. У нас такая матрица уже была. Это наш генератор И3. Запишите, чтобы вы дома или на семинаре обязательно проверили. Но можно другие пары коммутировать, и тоже будет всегда третий генератор получаться. Совершенно замечательная получилась алгебра. Давайте я это даже в рамочке напишу. ИТ на ИЖТ коммутатор равняется ЕИЖК на ИК. Откуда вы такую формулу знаете? С первого курса. Смутно припоминаете. Если единичные векторы перемножить векторно, ЕИТ на ЕЖТ, то получится ЕИЖК на ЕКТ. Как раз вот. То есть мы не только построили алгебру, но доказали, что она изоморфна, алгебра наших трехмерных векторов с векторным произведением. АСО3 изоморфна Р3 со знаком умножения. Перерыв. У меня тут один вопрос был хороший на перемене. Я всем на него отвечу. А почему знаки разные? Вот смотрите. Здесь я минус поставил сверху, здесь сверху, а здесь снизу. У синуса. Нашелся бдительный студент, который увидел, что знаки разные. Сначала давайте нарисуем поворот в плоскости. Вот у нас плоскость XY. вот мы повернули на угол А1. Вот у нас был вектор, у которого были координаты Х, а Y было равно нулю. А теперь какая координата Х? Она уменьшилась. Значит, будет вот эта третья матрица. Косинус А3 минус синус А3 на что-то там. Ну, маленький острый угол, пускай. Должна, вот эта сумма должна уменьшиться, должно быть минус. А если мы поворачиваем в плоскости от оси Х к оси У, то у нас должно уменьшаться. Поэтому минус должен быть сверху. Это мы проверили сейчас. Давайте нарисуем теперь трехмерную картинку. XYZ. Вот мы вокруг оси З в положительном направлении поворачиваем на угол А3. Как раз у нас вот эта ситуация. Когда от оси Х к оси У идет поворот. Теперь давайте вокруг оси Х повернем. XYZ. Вот положительное направление. А вокруг оси Х как раз от Y к Z идет поворот. Значит, это α1 угол. Вот первая матрица. Она также должна быть записана. Тоже минус. Должен быть сверху, чтобы когда мы от Y к Z поворачиваем, чтобы Y уменьшалась. Вот Y у нас уменьшается. Все хорошо. А теперь последний, вот там, где неправильный знак. Нарисую XYZ. В положительное направление вокруг оси Y. Перевернемся от Z к X идет. Z должно уменьшаться. И минус должен быть вот здесь, вот здесь вот внизу. Чтобы Z уменьшалось. Понимаете? Просто так пространство у нас устроено. Не потому что я знаки путаю, а потому что вот если всегда в положительном направлении так договорились вращать, то Z должно уменьшаться, если мы на маленький острый угол подвернули. Значит, там должен быть минус. Итак, мы доказали, мы построили алгебру Ли, группы Ли вращений. Доказали, что она вот такая же, как группа, как алгебра Ли, которая абстрактная, которая просто состоит из наших векторов в трехмерном пространстве с операцией векторного произведения. А вот эти, если сравнить между собой, вот мы две получили на первом часе. Одно у нас было минус 2 Е и ЖК и КТ, а здесь плюс 1 Е и ЖК и КТ. Они вот одинаковые или разные? Поскольку это алгебра Ли, то есть линейные пространства, то можно, например, растянуть, там как-то или даже суммы взять, или там линейные комбинации генераторов. Это будет та же самая алгебра Ли. Поэтому есть подозрение, что мы можем в лямбда раз растянуть наши генераторы и получить из этой алгебры Ту. Пусть у нас И в той алгебре СУ2, алгебра СУ2, И ЖТ равняется лямбда, давайте ЛЖТ. Давайте растянем в лямбда раз все генераторы. Тогда И, ИТ, ИЖТ равняется лямбда в квадрате. ЛИТ, ЛЖТ в силу линейности лямбда в квадрате выносится. А с другой стороны, вот по верхней форме, это равняется минус 2 Е и ЖК на ИК. И равняется минус 2 Е и ЖК на лямбда на ЛК. Как надо подобрать лямбда, чтобы у Л уже были правильные комбинационные отношения? То, чтобы ЛИТ и ЛЖТ давало нам Е и ЖК ЛКТ. Чтобы так было, надо, чтобы вот эта лямбда в квадрате и минус 2 лямбда в правой части сократились. То есть лямбда в квадрате равняется минус 2 лямбда. Поскольку лямбда не равна нулю, то оно равно минус 2. Вновь раз растягивать это интересно, тривиально. лямбда равно минус 2. Итак, мы доказали, что алгебра группы СУ2 изоморфна алгеброй группы СУ3. Вот эти две алгебры одинаковые. Ну, там, с точки зрения растяжения в минус 2 раза. Итак, алгебры, ну, там, если про растяжение не говорить, совершенно одинаковые у этих двух групп. То есть они совершенно в окрестности единицы одинаково устроены. А может, они и совпадают группы сами? Чтобы для двух бесконечных там групп или еще каких-то проверить, совпадать, давай на какое-то отображение построить. И вот следующий пункт, мы будем строить это отображение. гаммоморфизм. СУ2 ВСУ3. Можно по-разному строить. Я не знаю, пять вариантов точно есть в литературе. Потому что это очень важный вопрос. Но я некий один вариант чисто математически абстрактный. Мы формулы для этого отображения не получим, но докажем, что это точный гаммоморфизм. Для этого мы выберем такую эрмитовую матрицу. H равняется U-1. равняется U эрмитовски сопряженная. и возьмем матрицу преобразованный. То есть найдем H3, который есть U на H на U сопряженная. Это просто после унитарного преобразования. Вот мы взяли, унитарное выполнение. Унитарное преобразование сохраняет эрмитовость. Я бы это вам доказал, но вы и сами можете доказать. Да и вся квантовая механика на этом основана. То есть можно взять сопряжение, сделать, они там поменяются порядком. Давайте докажу. H3 эрмитовский сопряженная равняется U на H на U сопряженная сопряженная равняется. Надо в обратном порядке поставить будет U H сопряженная на U сопряженная. H сопряженная с H совпадает. на H на U сопряженная. То есть так, так, так. И равняется H' значит. Все. H' тоже Эрмитова матрица Но раз она Эрмитова Давайте Ее определитель посчитаем Дет H Равняется минус X в квадрате Минус Y в квадрате Минус Z в квадрате Пусть H штрих Равняется Плюс Z штрих X штрих Минус Y штрих У нее тоже какие-то есть координаты Три координата И обозначим их штрихованными координатами Она тоже такая же Раз она Эрмитова То ее можно так же Описать Три параметра всего В Эрмитовой матрице Тогда определитель H штрих Такой же точно То есть только со штрихованными координатами Минус X штрих в квадрате Минус Y штрих в квадрате Минус Z штрих в квадрате Теперь мы можем Вот этому унитарному преобразованию Нашему U Сопоставить Су2 Сюда принадлежит U Мы ему сопоставляем R Который он принадлежит к SO3 Таким образом X штрих Y штрих Z штрих Равняется R на XYZ То есть возьмем Унитарную матрицу Вот эту вот Умножим там У и U сопряженное На вот этот H Потом новые координаты Обозначим за X штрих Y штрих Z штрих А потом запишем это как вектор И вот эту вот матрицу Которую Оно же линейное очевидно Значит вот какое-то Линейное преобразование будет Вот это линейное преобразование Обозначим за R Мы таким образом Построили отображение Вот унитарному соответствует Какое-то ортогональное преобразование Вопрос Что это за отображение? Плохое оно Какие у него свойства? Давайте Возьмем Матрицу H2 штриха Которая есть V На H На V Супряженное То есть выполним Еще одно преобразование Унитарное В Второе Последовательное Унитарное преобразование Вот так же точно Преобразование Подобие Получится V А вместо H3 Теперь поставим U На H На U Супряженное А теперь Расставим скобочки По-другому V На U На H А здесь будет Смотрите У Супряженное В Супряженное Это V На U Супряженное Таким образом H2 штриха С H Тоже получается Таким же преобразованием Только преобразованием В виде произведения У на V Произведения Двух унитарных матриц То есть тоже Унитарные матрицы Таким образом Теперь давайте построим R Который соответствует Этому Тому преобразованию А потом тому Ну Здесь надо будет Написать Х2 штриха Такой столбец Y2 штриха С2 штриха Какой-то R1 И будет Произведение R-овстоять Мы построили Построением Просто доказали Что Последовательным Двум операциям Соответствует Произведение Унитарных Матриц И произведение Вот этих Наших Ортогональных Матриц То есть Это отображение Сохраняет операцию Следовательно И является Гомоморфизмом Мы построили Гомоморфизм Еще осталось Проверить Если вдруг Он им Однозначный Тогда это Изоморфизм И мы уже Почти доказали Что группы Одинаковые Нам какой-то Один последний Шаг остался Но тут Возникает Трудность Оказывается Что У равняется Один Один Ноль Ноль И У Равняется Минус Один Ноль Ноль Минус Один Вот эти Две В Давайте В В равняется Вот эти Две Матрицы Они Отвечают Ровно Одному И тому Ж Ортогональному Преобразованию Р Равняется Ну Ведничная Матрица Почему Ну вот Возьмем Минус Один Минус Один Слева И справа Поставим Транспонированный Минус Один То же самое Что Один Один Поставить То есть Вот эти Две Матрицы У и В Они Образуют Нормальную Подгруппу У В Равняется Ну не знаю С2 Давайте Напишем С2 Которая Нормальная Подгруппа ВС У2 Ну то есть Эти две Матрицы Матрица У нас Попадала В нашем Курсе Но она Нормальная Потому что Мы Можем по ней Построить Правый смежный Класс И левый смежный Класс Это будет Одно и то же Ну потому что Только знак Разный То есть Можно здесь Написать Вот так Вот замкнуть Треугольник И Стало быть Последнее Что можно Сделать Взять И построить Фактор Группу Вот это Фактор Группа У меня тут Как раз Так получилось Что В рамке Формула По С2 Это как раз Будет СО3 То есть С точки зрения Алгебры СО3 Это фактор Группа Нашей группы Унитарной По группе Состоящей С двух элементов Вот так Вот они устроены Вот Потому что Вот эти Одинаковые Как это Объяснить С точки зрения Применения Физики Вот эти Унитарные Матрицы В квантовой Механике Возникает Там есть Правая И левая Обкладка Там Всегда Две волновые Функции В любом Матричном Элементе В наблюдаемых Если мы там И там Сменили знак Так наблюдаемое Не изменится Вот В основе Это вот Даже не просто знак Можно фазу Любую А здесь Минус Е в степени Фи А здесь Минус Фи Ничего наблюдаемое Не изменится Вот А в классическом В нашем Классической Науке Нету такого Неопределенности Фазы Никакой Нету И все Должно быть Однозначно Поэтому вот так получилось Что наших вращений Ну как Совсем если Грубо Сказать На человеческом В два раза меньше Чем унитарных матриц Вот и ортогональных матриц То есть мы отображали Отображали Но вот Мы доказали Что алгебры одинаковые Доказали Что сохраняется И происходит Гоморфизм Но не смогли доказать Что это изоморфизм Потому что Это и не так Мы даже Проверили Что это не так Теперь давайте Это мы с точки зрения Не алгебрической Убедились Что Это у нас Фактор группа По группе Под группе Из двух элементов Давайте С топологической точки зрения Посмотрим Что это такое Как выглядит Это отображение Четвертый пункт Будет называться Примеры Накрытия Давайте Я напомню вам Вы наверное Учили Что такое Накрытие Нет Ладно Тогда расскажу Это отображение В котором Каждой точке Образа Отвечают Дискретные прообразы То есть Это вот такое Отображение У нас есть Одно множество И другое Отображаем Одно на другое А теперь Во втором множестве Снимем точку И посмотрим Какие Какие точки В нее перешли С первого множества Это прообразы Вот если они дискретные Если они не лежат Бесконечно близко Друга Друга Дискретные То это называется Накрытие И мы сейчас Примеры накрытия Приведем Ну Самые простейшие Одномерные топологии У нас есть Всего два вида Р у нас есть Ну Самых простых Многообразие Это Числовая ось И есть С1 Одномерная сфера Окружность Едничная Или не единичная Какая нибудь там Окружность Как отобразить Одно на другое Давайте На числовой оси Возьмем 0 и 2π Обозначим Ну а потом Соответственно 4π Там Минус 2π И все Разобьем На отрезки Длиной 2π Тогда Вот этот отрезок Который от нуля До 2π На окружность Ну легко отобразить Взяли Ну не знаю Где-нибудь Выбрали 0 Вот скажем Здесь Фи равное 0 Это 0 Ну и там дальше 2π сюда попало Второй отрезок От 2π До 4π Снова сюда попал Если это Взять какую-то точку Ну не знаю Ровно посредине Например Вот крестиком Здесь обозначить То она Будет здесь Сюда отобразиться Но Сюда же отобразится И точка Которая На отрезке 2π 4π Вот ровно посредине От нуля До минус 2π Ровно посредине Тоже сюда отобразится И будет Бесконечное количество Прообразов У этой точки Которая крестиком Позначена Но они будут дискретные Значит это накрытие Ну про накрытие Можно сказать Сколько раз накрывают Это бесконечное Это бесконечное Листное накрытие Можно себе Наглядно представить Что мы просто Наматываем ниточку На эту окружность И вот она у нас Обсвечляется Бесконечное Листное накрытие Гладкое Хорошее отображение Но накрытие Это не изоморфизм Потому что Каждой точке Много-много точек Прообразов Отвечает Дискретно Но все это накрытие Другой пример Двумерный Давайте Рассмотрим Многообразие У нас есть Р2 Есть плоскость А есть Т2 Т2 Давайте Да Да На окружности Да То есть Взаимно Однозначно Непрерывное Но Это накрытие Потому что Дискретные Прообразы Много Это не взаимно Однозначно Обратное Не будет Однозначно А так-то Все хорошо Оно непрерывное Гладкое Там Дифференцируемое Бесконечное Число Дифференцируемое Все очень хорошо Кроме одного Это все-таки Не изоморфизм Вот так и здесь В наших Группах оказалось И просто Более простые Примеры Группы Эти представить Себе Труднее Гораздо Помните Мы в прошлый раз Пытались Как Шарк Самого себя Кусает Вот это Представить Пытались Не у всех Получилось А с этими Все видно Наглядно Вот давайте Рассмотрим Тор И мы хотим Нашу Плоскость Натор Спроектировать Отобразить Как это делается Давайте Разобьем На клеточки Прямоугольные И в каждой Прямоугольной Клеточке Мы возьмем И склеим Вот эти Верхние и нижние Стороны Между собой Вот так вот Как нарисовано Стрелочками Потому что Иначе получится Вообще Неизвестно что А так получится Цилиндр Цилиндрическая поверхность А так получится Если неправильно Склеить То будет Лентами Обвес Получится А так вот Все нормально Цилиндры И эти вот так Склеим Тогда мы Вземлем Цилиндрической трубы Замкнем И получится Тор как раз Тогда Вторая клеточка Точно так же У нее все склеится И она отобразится На тор И Каждая клеточка Весь тор С собой покроет Все будет Непрерывно Дифференцировать Взаимнозначности Не будет Если мы Возьмем какую-то Точку На торе То вот ее Прообраз Вот ее Прообраз Вот ее Прообраз Вот У нее будет Очень много Прообразов Тоже дискретное Число Это тоже Бесконечное Листное накрытие Это будет Тоже Бесконечное Листное накрытие Ну Какие вы еще Примеры знаете Вот Дубль В Равняется Корень З Это пример Из ТФКП Мы хотим Для этой функции Построить Римменову Поверхность Мы должны Взять Комплексную Плоскость С И разрезать От нуля До бесконечности Ну Например Положительный Вещественный СЕ Разрезал И взять Второй Экземпляр С И тоже Разрезать От нуля До бесконечности Потому что У нас Квадратный корень В обычной Комплексной Плоскости Не является Однозначной Функцией Корень Плюс Один Может быть Плюс Один А может Минус Один Два Значения У него Поэтому Нам Приходится Вот Как-то Ну Дальше Мы Начинаем Мы Хотим Чтобы В этом Экземпляре Плоскости В этом Берега Разреза Были Склеены Причем Верхний Берег Разреза В первом Экземпляре С нижним Берегом В втором Экземпляре И обратно Я Здесь Нарисую Плюсы А здесь Минусы А здесь Соответственно Минусы А здесь Плюсы То есть Минус Надо с минусом Склеить А плюс С плюсом Ну Я могу Только Пунктирными Линиями Как-то Условно Нарисовать Это невозможно Это значит Что это множество Не вкладывается В трехмерное Пространство Но Представить себе Вот алгоритм Описан Вот вам Отображение Вот эта Риманова Поверхность Если ее На обычную Комплексную Плость Отобразить У каждого Образа Будет Два Прообраза На первом Листе И на втором Листе Римановой Поверхности Это Двулистное Накрытие Двулистное Накрытие Получилось То есть Этот пример Вообще Вы знаете Давным-давно То есть Вам вообще-то Всякие Накрытия Знакомы Только слово Само Незнакомо Что-то Называется Что-то Называется Накрытием А что такое Накрытие Вам попадались Накрытие А теперь Давайте Вот Вернемся К нашим Этим Группам Которые Мы отображали Одну На другую Возьмем Так СУ2 Мы отображали ВСУ3 Давайте Попробуем Восстановить Конечный Поворот По Генератору Возьмем Экспоненту От Вот Этой Матрицы Там Ноль 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 Минус Один Ноль Ноль Один На Т Это должен быть Вокруг оси Игрек На Угол Угол Т Поворот Должен Получиться Равняется Вот Х и З Х и З В этой плоскости Что-то Меняется И надо Взять Единицу Плюс Вот такую Матрицу Плюс Такую Матрицу В квадрате Смотрите Ряд Ряд Надо Суммировать В этой Плоскости Х З Теперь Смотрите Четная Степень Это Будет Всегда Едничные Матрицы Теперь У нас Для того Чтобы У нас Там Должна Еще Мнимая Едничка Стоять В этой Экспоненте Вот Здесь Поэтому Это Так Был Гиперболический Косинус А так Будет Обычный Косинус Вот И мы Значит Получим Тогда Просто Получится Косинус Это Будет На Диагонали Косинус А Вне Диагонали Будет Синус И Минус Синус Косинус Т Синус Т Минус Синус Т Косинус То есть У нас Получится Обычная Матрица Поворота Которая Мы С вами Возначали Ж От Ноль Альфа Два Ноль Мы Вокруг Аси Два На угол Альфа Два Повернулись При Альфа Два Равном Т А как Будет Восстанавливаться По Элемент Группы Унитарных Матриц Надо Взять Экспоненту От Что Это там у нас И Сигма Два Сигма Два На Т Причем Это еще надо Разделить на Минус Два Потому что У нас Чтобы Алгебры Были Одинаковые Нам Там Пришлось Лямбда Равная Минус Минус Взять Вот Вот Так Будет Делить На Минус Два Вот Так Нам Надо Экспонент Вычислить Это Будет Единица Минус И Сигма Два Т Пополам Плюс И Сигма Два Т В Квадрате На Четыре Делить На Два Факториал Минус И Так Далее Что здесь будет Квадрат Четвертая степень Сигма Матрица Это Единичная Матрица То есть Это будет Единица Минус Косинус То есть Косинус Т Косинус Т А по диагонали Это будет Единичка А здесь Вне диагонали Будет Сигма Два Стоять И Сигма Два То есть Один Минус Один Такая же Матрица Т Пополам Будет Т Пополам Соответственно Будет Синус Т Пополам Минус Синус Т Пополам Ну Мы такие Экспоненты От Сигма Матрицы Считали В самом Первом Задании То есть То же Самое Получилось Просто Вообще То Сто Что это В плоскости Это Двумерная Только Т Пополам Стоит А Т Пополам Стоит Потому Что Мы Ну Знак Я еще Может быть В другом Месте Минус Будет Сейчас Не Следил Но Получится Тоже Матрица Поворота Только На угол Т Пополам Почему Т Пополам Потому Что Для того Чтобы Алгебры Были Изоморфны Нам Пришлось На Минус Два Разделить В начале Этого Часа Вот Здесь Вот Это Уравнение Лям Доравную Минус Дуб Вот Так Чтобы Они Тогда Уже Мы Могли Восстанавливать Одинаково Поэтому Давайте На эту Матрицу Смотреть На эту Матрицу Поворота Чем Она Плоха Что Такое Ногол Т Пополам Это Значит Что Т Меняется Не от Нуля До Двух П От Нуля До Четырех Пи Т Прилежит Отмножить От нуля До Четырех Пи То есть Мы Крутим Крутим Поворачиваем На 2 Пи А еще Минус Один Минус Один Матрица Получилась А потом Еще раз На 2 Пи Вот только Тогда Возвращаемся Вот так Получилось У нас Само Получилось Мы Не специально К этому Стремились Чтобы Все Усложнить Теперь Давайте Посмотрим Как Эти Две Группы Связаны Как Многообразие Когда Мы Отображаем Одну На другую Ну Совершенно Условно Можно Нарисовать Вот эту Трехмерную Сферу Которая Является Многообразием Группы Су2 И Где-то Выбрать Начало Ноль Вот этой Координаты Т И вот Пошло Т Вот у нас Т крутится Крутится Вот Стало Т равное 2 Пи И на этом Обычная Группа Вращения Уже Закончилась Вот она Вот это А дальше Группа Унитарная Продолжается А группа Вращения Вот здесь Вот кончилась Я совершенно Условно Нарисую Большой круг Потому что Это большой круг У Трехмерной Сферы В четырехмерном Пространстве Вот Группа Су2 Это Сфера С3 А группа Су3 Это Полусфера Ну Вот Су3 Это вполне Нормальное Многообразие Там Можно Любой Контур Можно Тихонечко Потянуть И стянуть Точку Он ничего Не заденет Любой Контур Стягивается То есть Это Односвязная Многообразие А здесь Нельзя Уже Здесь Вот эти Две Точки Мы захотим Одну Другой Приблизить Начнем Двигать Это Тоже Задвигается И никак Вам Не даст Их Стянуть То есть Это Что-то Вроде Бублика Вроде Тора Многообразие Группы Су3 Там Не каждый Контур Стягивается То Все Мы Уже Потеряли Односвязность Таким Образом Вот Если бы Мы Когда-то Там Если бы Так случилось Мы Исследовали Эти Группы Взяли Группу Вращения Трехмерного Пространства Потом Построили Алгебру По этой Алгебре Восстановилась Боже Унитарная Группа Потому Что Восстанавливается Всегда Та Которая Связанная Односвязанная И мы Могли бы Открыть Спин Одна Вторая Еще Раньше Когда Про него Никто Не знал Но Так Не Случилось Трехмерного